Это тема дня. Продолжаем обсуждать самое важное и интересное. Спасибо, что вы с нами. Мобильная приемная губернатора Краснодарского края побывала в Чербиновском районе. Для региональной комиссии это уже 20-й муниципалитет. Приемную приходят жители края, чтобы рассказать о своих проблемах, жалобах и предложениях. На месте сотрудники мобильных приемных стараются решить проблему или же перенаправляют заявление в профильное ведомство. С какими вопросами чаще всего приходят специалисты мобильные приемные губернаторы? Сколько им уже удалось помочь? Спросим об этом у заместителя начальника управления по работе с обращениями граждан Департамента внутренней политики Краснодарского края. Людмила Рыжикова с нами на связи. Людмила Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, в каких уже муниципалитетах удалось побывать специалиста мобильные приемные губернаторы? Сколько человек обратилось за помощью и какие-то предварительные уже итоги можно подвести? По поручению главы администрации губернатора Краснодарского края с 3 июля мы активно возобновили работу, это выезд мобильные приемные по муниципалитету. На данном этапе мы уже объехали 21 муниципалитет. Это Абинский, Выселковский, Дуаткинский, Устенский район, Брюховецкий, Крыловской и так далее. Приняли порядка 1600 человек. Часть, большинство вопросов, к которым приходили люди, нам удалось разъяснить и определить именно в ходе работы мобильной приемной пути решения проблем. Те вопросы, которые были наиболее сложные, по них взяли письменные обращения, их порядка 350. Эти обращения будут рассмотрены в соответствии с 59-м федеральным законом. А там, где вопросы требовали дополнительного решения профильных ведомств и министерств, которые не участвовали в мобильной приемной, то осуществлена была видеосвязь. И таких соединений было порядка 200. Людмила Александровна, куда мобильная приемная на следующей неделе отправится и где с графиком ознакомиться можно? На следующей неделе мы планируем также работать в ежедневном режиме с понедельника по пятницу. Это Кореновский район, Еленджик, Новокупанский район, Северский район и Каневской район. Графики размещены на официальном сайте администрации Краснодарского края, в соцсетях, на сайтах муниципальных образований, а также автономно в каждом муниципальном образовании ведется активная работа по информированию. По средствам это и телефонного обращения, это и объявления в газету, в СМИ, это и просто в местах общедалевой доступности. Если по вопросам говорить, с какими чаще всего приходят люди, каких сфер они касаются ведомства в основном? Ну конечно, самыми распространенными сейчас с учетом и сезонности это перебои вода и электроснабжения. Также очень часто поднимаются вопросы газификации домовладений, либо населенных пунктов. Это вывоз твердых коммунальных отходов, ремонт дорог, тротуаров, уличное освещение. Это повседневные, обыденные наши вопросы и проблемы. Также блок вопросов это здравоохранение, это государственное обеспечение, это запись на прием к какому-то узкому профильному специалисту. Очень достаточно много вопросов. Это земельных отношений, это договора аренды, нежелания, предоставление земельных участков в льготной категории граждан. Ну и социальная направленность, это выплата пособий и в общем меры соцподдержки многодетным семьям. То есть в списке одних из самых популярных все-таки это вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы. Какие из них вы передаете в госжилу инспекцию, а какие как-то по-другому решаете? В основном это вопросы не столько госжилу инспекции, сколько вопросы министерства ТКЖКХ края, которые решаются совместно с муниципалитетами и специалистами ТКЖКХ уже на месте, когда определяются сроки и пути решения. Я вас поняла. Людмила Александровна, спасибо вам большое за подробную информацию. На связи с нами была заместитель начальника управления по работе с обращениями граждан Департамента внутренней политики Краснодарского края Людмила Рыжикова. Ну и в работе мобильной приемной администрации края принимают участие и специалисты госжилу инспекции, в том числе начальник отдела по работе с обращениями граждан и делопроизводству Государственной жилищной инспекции Краснодарского края Виктория Жукова. Сегодня гостья нашей студии. Виктория Константиновна, добрый день. Я приветствую вас сегодня в нашей студии. Ну что ж, давайте будем разбираться по вашему ведомству, с какими проблемами обращались к специалистам госжилу инспекции, люди, граждане, которые приходили в приемную у губернатора Краснодарского края, чего они касались? Все верно вам сказала, Людмила Александровна, что очень много вопросов поступающих решали на месте, поэтому граждане в основном обращаются не только с проблемами, но также приходят просто получить консультацию. У нас на сегодняшний день все чаще и чаще стали обращаться с вопросами порядка проведения общего собрания, вопросы, допустим, начисления платы. С такими вопросами, если граждане не обращаются, здесь консультацию дать не можем, но тогда это оформляется карточка личного приема, передается в работу, и уже на месте специалисты госжилу инспекции начинают заниматься такими вопросами. Граждане, которые обращаются в госжилу инспекцию именно в ходе мобильных приемных, они задают вопросы повседневного характера, правильно, Людмила Александровна сказала? Ненадлежащее предоставление коммунальной услуги, может быть, какие-то перепады напряжения. И все эти вопросы стараемся, конечно, разъяснять тут же на месте. Ну, а если с прошлым годом сравнить, с какими вопросами непосредственно жители края больше всего сейчас стали? Это все-таки то, что вы обозначили информационно-консультативная какая-то помощь, или же это все-таки проблемные вопросы, те, которые требуют такого глобального решения? В основном, конечно, это вопросы правомерности начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. В этом году, вот если анализ провести за полгода текущего года, то это 43% из общей массы. Это достаточно много, но в прошлом году за этот же период поступило 65%. Значит, в этом году уже люди все-таки меньше жалуются на начисление платы. Провелая статистику, у нас получается в этом году на 8% стало обращение больше поступать по режиму предоставления коммунальных услуг. В прошлом году на 8% было меньше, соответственно, какие-то вопросы, вот и Людмила Александровна подтвердила, возникают в сфере все-таки коммунальных услуг, и это министерство, так и ЖКХ этим подключается, занимается. И все больше вопросов стало возникать у людей в части правомерности выбора способа управления, проведения общих собраний. В этом году на 6% больше таких обращений, чем было в прошлом году. Поэтому, казалось бы, вроде бы все-таки начисления больше, но тенденция меняется. Какие-то приоритеты у людей все-таки выше становятся. Люди хотят управлять своими домами, стремятся к этому. Поэтому этих обращений стало немножко больше. Давайте еще к статистике обратимся. Можно ли выделить район, Кубани, какое-то образование, где чаще всего в ваше ведомство поступают жалобы, вопросы, предложения? Да, конечно. В основном это крупные города, граждане крупных городов обращаются к нам намного чаще. Первое место, это, конечно же, Краснодар. После Краснодара это Сочи. В Сочи 13% от общего числа, в Российск 8% от общего числа. Менее 50%, там 40 с копейками, это Краснодар. По районам, конечно, люди менее активные, чем в городах. Они обращаются к нам чуть реже. Но если сравнивать, допустим, районы, то жители Туапсинского района обращаются чаще в сравнении с другими районами. Это получается у нас 3%. Ейский район 2%. И все остальные районы это уже ниже 1%. Ну, такой то позвучили городов и районов. Если говорить о вопросах, которые поступали во время карантина. Вот здесь как-то они отличались? Какие-то специфические, быть может, были? В период карантина люди не прекращали к нам обращаться. И мы также продолжали принимать, регистрировать, рассматривать обращения граждан. Все в рамках 59-го федерального закона осуществлялось. И добавились, конечно же, у нас вопросы в части дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов. Эти вопросы к нам поступали, но я не могу сказать, что их было много. Потому что эту сферу деятельности Государственная инспекция края с первых же дней сразу же взяла на свой контроль. У нас управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, ежедневно отчитывались за выполненные работы в этой области. И там, где были основания в рамках поступивших обращений граждан, мы составляли протоколы, привлекали к административной ответственности управляющей организации за невыполнение данного вида работ. Ну сейчас уже край живет в режиме повышенной готовности. Да, вот в этот период, как специалисты Государственной инспекции принимают обращения граждан сейчас? Значит, обращения к нам поступают в таком же режиме, как и ранее. Единственный момент, у нас 3 апреля 2020 года вступило в силу постановление правительства 438, которое ограничило право у ГУЖИ на проведение проверок. Значит, с этого периода мы проводим проверки только в отношении юридических лиц, в случае, если есть факт, либо угроза причинения вреда и жизни здоровью граждан. В этом случае проверка проводится по согласованию с прокуратурой, и тогда только можно будет провести проверку и, соответственно, выдавать предписание на устранение нарушения, и потом его проверить. В случае, если угрозы, либо факта... Да, если у меня есть какой-то вопрос, но он не входит в это. Что тогда? В этом случае Государственная жилищная инспекция продолжает работу с управляющими организацией в рамках предупредительного такого характера. В случае, если поступает обращение гражданина, в котором указано основание для все-таки привлечения управляющей организации для выполнения каких-то работ, для устранения нарушения, то Государственная жилищная инспекция выдает предостережение. Это предостережение. Потом в ходе устранения нарушений мы контролируем и ждем от управляющей организации информацию о том, как были устранены нарушения, какие работы выполнены. В случае, если есть необходимость рассмотрения обращения на месте, специалисты в грузовой инспекции выезжают, встречаются с жителями, встречаются с управляющей организацией. И, в принципе, тоже стараются такие вопросы насущные решить на месте. Виктория Константиновна, к вопросу «Готовь сани летом давайте перейдем», дабы предотвратить все жилищно-коммунальные вопросы зимой, но летом какую-то работу проводить. Расскажите, как Госжилинспекция края проверяет готовность многоквартирных домов к зиме? Как это работает? Да, все верно. У нас скоро зима. Государственная жилищная инспекция проводит проверки хода подготовки жилищного фонда и сопутствующих объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 года в 44 муниципальных образованиях. Проверяем мы не только муниципальное образование на то, как они готовят этот фонд, а также мы после отопительного периода, который закончился у нас в апреле, оставляем на особом контроле те обращения граждан, которые поступили в тот отопительный период, где люди жаловались, что в каком-то доме ненадлежащим образом предоставляется коммунальная услуга по отоплению. И вот сейчас в рамках этих проверок мы особое внимание уделяем таким обращениям. И мы проверяем эти дома, насколько готовы они к зиме в этом году, поэтому мы работаем с такими обращениями, можно сказать, круглый год. И по итогу этих проверок мы уже знаем, какие дома готовы, какие не готовы к зиме, и граждане, уже обратившись к нам, мы будем знать, что в доме было и устранили ли все нарушения. Еще один вопрос успеваем обсудить с вами. В каких случаях ведомство перенаправляет обращения граждан в какие-то другие министерства, департаменты управления? В первую очередь хотелось бы напомнить, что в 1 января 2018 года вступил в силу краевой закон 37.00, в соответствии с которым часть полномочий по проведению проверок были переданы 9 муниципальным образованиям края. И вот в случае, если к нам поступает обращение, в котором имеются нарушения требований содержания общего имущества, либо предоставления коммунальных услуг, и это происходит в муниципалитете, в котором мы передали полномочия, мы его перенаправляем в соответствии с 59-м федеральным законом по компетенции в эти муниципальные образования, и там инспектора уже на месте занимаются рассмотрением данных обращений. Также, конечно же, если к нам поступают обращения, которые относятся к компетенции другого ведомства, либо же какая-то часть обращения относится к компетенции другого ведомства, мы в соответствии с 59-м федеральным законом в течение 7 дней перенаправляем, и соответственно уже они этим занимаются, но об этом обязательно уведомляем заявителя, чтобы он был в курсе, куда им обращаться, и кто будет рассматривать его обращение. Виктория Константиновна, спасибо вам большое за подробную беседу сегодня. Напомню, в студию темы дня была начальник отдела по работе с обращениями граждан, дело производства Государственной жилищной инспекции Краснодарского края Виктория Жукова. Это тема дня, мы совсем скоро продолжим. Оставайтесь с нами.